Книга «Открытым оком». 17 том. Тема «Монашество». Вопрос 3124. Вы говорили, что не следует уходить в пустыню, а нужно идти в мир и служить людям, проповедуя всем Евангелие. Так почему же монахи этого не делали? Среди них были и ученые люди, как Игнатий Блинчанинов. Он разве не звал иноков в мир служить ближним? Ответ Игнатия Тихоновича Лапкина. На все эти вопросы я уже стократно отвечал в книгах «Открытым оком» том 7 и 8. Игнатий Блинчанинов вот что пишет. «Предлагаю вам о священную глубокой древности повесть. Три усердные к добродетельной жизни инока предложили для себя следующие благочестивые занятия. Первый. Примерять поссорившихся между собою. К этому занятию производило его слово Евангелие. Матфея 5.9. «Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими». Второй. Решился всю жизнь проводить в служении больным. Его привлекли к таковому занятию слова Господни. Евангелие от Матфея 25.36. «Был наг, и вы одели меня. Был болен, и вы посетили меня. В темнице был, и вы пришли ко мне». Третий. Удалился на безмолвие в пустыню. Примеряющий враждующих между собой имел очень скудный успех. Утомившись, он пришел к брату, посвятившему себя служению больным, но и того нашел ослабевшим, не могущим далее продолжать своего служения. Тогда оба согласились повидаться с пустынником. Пришли к нему, они поведали, пришедшие к нему, они поведали ему скорбь свою и умоляли сказать им, что приобрел он в безмолвии. Кавычки закрыты. И далее, на пространную речь третьего инока уходит ровно в четыре раза больше места в описании его премудрости, насколько правильнее он сделал, чем эти иноки. Стоит разобрать эту освященную глубокой древностью повесть. Допустим, был такой случай. Первые иноки имели намерение следовать словам Христа и потерпели поражение. Разве так было с апостолами? Если первый мало кого примирил, но все же хотя двух примирил друг с другом. А это возможно было только через проповедь Евангелия, чему как раз монахи и не учили. Плотскими же силами невозможное дело и не состоялось. А второй надорвался непонятно на чем. Награда Христом обещана только за посещение больного, а этот трудился над ними, ухаживал за болящими и вдруг устал. Бросил все и снова ушел в пустыню. Однажды эксперт Торшин, в.я., по моему суду с коммунистом, по Пасквилю того против меня писал, «Именно с идеологической точки зрения надо судить и об образе Лапкина. Конечно же, этот герой, герой отрицательный и, конечно же, положительный герой матросов, должен победить в очной схватке этих двух людей. И победить последний должен уже именно потому, что учение Маркса Ленина о Лигии единственно верно. Оно не допускает конкуренции, потому что лежит в основе советской власти, а потому само есть власть». Абсолютно так же выглядит рассказчик про иноков под пером Игнатия Бринчанинова. «Монах-отшельник должен победить всех трудящихся в этом рассказе, всех служащих ближнему, всех, кто занимается социальным служением, всех женатых, всех проповедников. Потому что учение о монашестве верно, и монашество есть сама церковь. Без монашества не было бы и христианства. Монашество заменило Христа и его святые слова. Игнатий, монах, епископ Черноморский, это знает и в это верит, и распространяет приглупейшие, зловреднейшие басни про этих неучей, неспособных и несчастных мужей в лязках. Уходя в пустыню и притом на безмолвие, третий в свою защиту не приводит ни одного местописания, что сделали первые два неудачника. Иначе епископ Игнатий обязательно бы указал такое место из Библии, но его нет, и он ставит своего героя под явную защиту свою. Не только оправдывает безмолвника, но показывает, что служение в миру и невозможно, а значит и не нужно. Христос так не учил, и отсюда вывод, что епископ Игнатий Бричининов был не евангельский христианин, а плод своего времени, виновник, пришедший затем и революции. Евангелие от Марка, 10 глава, 45 стих. Ибо и Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих. Ушел, корешки жует и никому не должен, сам для себя родился, сам свой пупок и обихаживает. А вот апостол Павел на иной стороне, послание к римлянам, 1 глава, 14 по 16 стихи. «Я должен и еленам, и варварам, мудрецам и невеждам, и так что до меня я готов благовествовать и вам, находящимся в Риме, ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, у идею, потом и елену». И епископ даже как будто и не считал слова. Евангелие от Матфея, 25 глава, 45 стих. «Тогда скажет им в ответ, «Истинно говорю вам, так как вы не сделали этого одному из сих меньших, то не сделали мне». Второе послание к Тимофею, 4 глава, 2 стих. «Проповедуй слово, настой во время и не во время, обличай, запрещай, увещевай, со всяким долготерпением и назиданием. Да будет вам известно, что богам, чужим и гнусным, кланяться не станем, ни золотой главе, ни глиняным ногам, пусть это будет Гитлер или Сталин. Мы прозреваем выдолых труху, никчемность, бесполезность, страшные рожи. Их чествует на самом наверху, по-рабски ползают и лижут их подножье. Да будет всем известно через нас о скоротечности земного горе счастья. Заря восходит среди волн гельмаз, хотя погода день за днем крепчает. За гранью видимого тишь и благодать, над коими столетия смеялись. Бог обещал среди смятений дать покой душевный, передохнуть бы малость. Не нам, не нам, но имени Иисуса принадлежит и слава, и почет. К его ногам веньки, побед и гусли, вся наша жизнь как будто и не в счет. Жестоких, алчных судей легион пытается судить наследие Божие, но нам, судья Господь, и только Он, их крохоборы пальцем не тревожьте. Да будет вам известно, наконец, что близится расправа за неверие. Глашатые Христа пройдут до дальних мест, откройте им заваленные двери. Здесь авиация нужна бы позарез, и артиллерия бесчисленных калибров, бомбоубежище с отчаяния залез, как ардио прикрытый или митрой. Да будет вам известно через нас, благоприятный час не пропустите, болезни кончатся, испепелится страсть, объединение всюду, мы на стыке. 14 мая 2006 год Игнатий Лапкин Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok